Доброе утро! Говорим тем, кто только подсоединился и присоединился к нашей беседе. Сегодня говорим о дорогах и о таксистах, потому что 22 марта, пока мы отмечали на УРС, в мире отмечали Международный день такси. Ну и сегодня говорим не только о таксистах, но и все, что с ними связано. Связаны с ними прежде всего дороги. И сегодня у нас о дорогах расскажет гость. Это заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта автомобильных дорог ИЖКХ Руслан Тори Гали. Руслана часто мы видим в информационных блоках, правильно? Когда он рассказывает о дорогах. Руслан, ну в первую очередь вопрос такой вот. Когда сдают состояние дорог, то есть отремонтировали дороги, какой отдел принимает? ЖКХ или отдел строительства все-таки? Или у вас есть какая-то комиссионная работа? Нет, каждая дорога принята в эксплуатацию, она принимается отделом ЖКХ. И не только там отдел ЖКХ, там и присутствует и технический надзор, и авторский надзор. И, конечно же, подряд на организации. По каким критериям оцениваете состояние отремонтированной дороги? Потому что не проходит и года, не говоря уже о трех годах, да? И она буквально рассыпается. То есть асфальт там, где уложили, его уже практически нет. Ну, в первую очередь, какая-либо дорога производит строительный монтажный ремонт согласно рабочего проекта. Согласно этому, и принимаются все виды работ, которые предусмотрены в данном проекте. И, соответственно, кроме этого, берутся и анализы, и пробы, и так далее. И, конечно, сертификаты на материалы качества. Ну, на следующий день, в ходе принятий эксплуатации работы, конечно, в первую очередь, это берутся пробы асфальтобетонного материала, в ходе которого предоставляются анализы независимой лаборатории. Ну, да, конечно, бывают у нас некоторые случаи, когда идет дефекты на асфальтобетонном покрытии. Но данные дефекты, конечно, устранены за счет собственных средств подрядных организаций. То есть гарантия все-таки есть? Гарантия, конечно. А сколько лет? Три года? Три года. А если по истечении трех лет на четвертый, на пятый посыпалось, уже заново все это делать? То есть уже не погарантия? Видите, мы ставим сейчас гарантию, согласно закону, три года. Но у каждой дороги есть свой межремонтный срок. То есть на магистральных улицах это пять лет, на статусепельных улицах это семь лет. Ну, к некоторым дорогам, в принципе, и дорожному полотну претензий никаких нет. Например, по улице вот Газизы Жубановы сейчас подсказывали. Потом я, допустим, часто езжу по набережной. Именно вот эта часть, которая от проспекта Аблхайрхана в сторону коттеджного городка. Ну, к стороне магазина «Мечта» и «Кендала», наверное, помните, да? Это торговый дом «Аида». То есть безупречное дорожное полотно, которому никаких претензий, хотя делали два года назад, мне кажется, укладывали. Есть ли такая вещь, как сделали дорогу в течение пяти лет даже, не рассыпалось, претензий никаких нет ни с вашей стороны, ни со стороны горожан, и, значит, ремонт следующего участка отдали именно этой подрядной организации, а не привлекли других? Ну, на сегодняшний день… То есть работа… Да, самый главный вопрос по привлечению подрядной организации. Вы знаете, что на сегодняшний день это все происходит путем электронного госзакупа. Газак. Дороги, которые вы сейчас говорите, да, у нас, известно, мы с 12-го года употребляем новые технологии, это щебеномастично-асфальто-бетонное покрытие, это который у нас был уложен по проспекту Абл-Хайр-Хана, от Люба-Тыра до Молдогулова и сама улица Молдогулова, и это же и улица Райза-Жубанова, улица Иманова. Сейчас вот проспект Нукина мы так же уложили. Хотелось бы отметить, что данная технология, она очень дорога по сравнению с мелким асфальто-бетонным покрытием. Но на сегодняшний день мы в большинстве проектов уже включаем данное покрытие. Вот этот туннель у нас тоже там предусмотрен, чемпион Маскетчин. Мамет, который мы делали, также предусмотрен чемпион Маскетчин. И также вот мы сейчас строим новый микроэн, это в Нур-Ахтубе, 22 дороги. Там также предусмотрен устроен чемпион Маскетчин на асфальто-бетонном покрытие. И как вы видите, и как и все жители города видят, что данные асфальты, которые были уложены еще 4 года, 5 лет тому назад, например, можно сказать, улицу Кунаева, которая была уложена еще в 2014 году. Ну, на сегодняшний день, конечно, мы-то уложим асфальт, как говорится, и наши коммунальные службы. После нас имеются такие моменты, которые тоже ведутся аварийные работы, аварийно-восстановительные работы, в ходе которого, конечно же, имеется, после них, конечно же, появляется эффект на дорожном плане. Ну, честно признаться, в любых ситуациях лучше найти, конечно, хорошее. Вот в этом плане надо сказать огромное спасибо, что оперативно реагируете на то, когда после таяния снега, если вдруг появляются ямы, то укладывают брусчаткой. Ну, хотя бы такой метод. Временный, понятное дело, и что с наступлением теплой погоды все это будет асфальтироваться и так далее. Ну, хотя бы так, потому что очень жалко автомобили. Автомобили у большинства новые, скажем так, из салона. И, понятное дело, что ходовая часть приходит в негодность. Это платим и в три дорого. Ну, Руслан, еще один такой вопрос. Вопрос касаемо 62 улиц. Вот каким образом посчитали? Была комиссия, вы все проинспектировали, все участки. И вы указывали на то, что ориентировались на комментарии в социальных сетях. Я правильно поняла? Ну, кроме социальных сетей, конечно, отделом это ежегодно. Это и постоянная работа проводить мониторинг состояния автомобильных дорог. При наступлении благоприятных погодных, после таяния снега, конечно, у нас идет обследование. То есть специалисты отдела ведут обследование по каждому дорожному полотну. И делают дефектный акт. Согласно которого мы уже будем сейчас, уже у нас есть планы имеются. То есть это начинается с центральных улиц, улицах, где курсирует общественный транспорт. И второстепенные улицы, то есть по значимости ремонта дорог. Ну, как вы говорили, да, действительно, брусчаткой. Сейчас вам всем и нам известно, что мы сейчас провести какие-либо работы асфальта, бетонного покрытия мы не можем, потому что, первое, это температура не позволяет, второе, это дорожное полотно, еще влажное. То есть... Зачем делать двойную работу? Да, сейчас мы сделаем эту яму, она уже в течение месяца, опять же, улетит асфальт. Абсолютно верно. И опять же начнутся нарекания. В связи с этим мы большие ямы, конечно, целях, как вы говорите, организации безопасности дорожного движения. Мы временно производим укладку, то есть тротуарной плиткой, так сказать, брусчаткой. Ну, если бы сказать, это проспект Цанки-Бабатыра, там были очень большие ямы. Сейчас мы более перекрыли, ну, и будем ждать благоприятных, помимо, с более сухой сетей. Вот реагируете на комментарии в социальных сетях, а как реагируете на критику? Есть человек, который отвечает им корректно, что отремонтируют, подождите, пожалуйста, терпение немножко наберитесь, потому что, мне кажется, такие известные паблики, как Зелла, они буквально через каждый пост дают именно сейчас дороги. Проблема с дорогами – это основная проблема наша? Ну, проблема с дорогами – это, сами знаете, после зимы у нас такой климат. Ну, на все критики, конечно же, стараемся отвечать, на все, да. Но есть и неуместные критики, очень много вопросов, конечно же. Но хотелось бы сказать, что на сегодняшней территории города имеется более 600 километров асфальтобетонного покрытия. Из них более 300 имеет только асфальтобетонное покрытие. А остальные у нас грунтовые. Ну, конечно, сейчас начнутся у нас критики по сельским округам, где нет дорог, где слякоть мы не можем проехать. Но вы видите, за один год отремонтировать все и в городе, и в сельских округах – это просто невозможно практически. Поэтому мы ежегодно и производим ремонты в сельских округах, по второстепенным улицам. Вот, например, если сказать, этот год мы у нас уже запланировали, выделили средства на ремонт автомобилеров в поселке Ажар-2. А сколько всего выделено средств? И достаточно ли? В текущем году у нас предусмотрено более 4 миллиардов тенге. Это на объекты, которые у нас переходят в совокупности областного, городского и республиканского. И у нас еще сельские переходящие объекты есть, которые еще начаты. Ну, если по категории делить объекты в этом году, у нас это первые переходящие объекты. В том числе это, вы, наверное, знаете, в районе Курмыш у нас незавершенные улицы. Это Утимисова, Байганина, Кулумбетова. Мы их в текущем году полностью завершим. У нас идут ежегодно переходящие объекты. Это по микро-районам Нур-Ах-Тубе, микро-районам Бац-2, где идет очень активное строительство жилых домов, где также необходимо строительство дорог. Потом же у нас, знаете, идет строительство моста Сильмаш. То есть оно тоже продолжается в этом году. В этом году мы по данному объекту планируем закончить строительство нового моста параллельно, старому. И его, то есть по нему пустить движение. И уже в этом году предусмотреть разборку старого моста. Ну, самый, если сказать, проект этого года – это Сан-Кибай-Батыра. Сан-Кибай-Батыра, да? Да, вот о людях говорят, да. Если пройтись в историю данной улицы, Сан-Кибай-Батыра, она была в 2009 году, произведена ремонт. То есть произведена была реконструкция. Раньше было Сан-Кибай две полосы. Мы ее сделали четыре полосы в 2009 году. А теперь как будет? Теперь у нас будет шесть полос на данном участке. Какой отрезок именно? Именно шесть полос – это будет на участке от Райза-Жибанов до проспекта Лемолда-Гулуба. А от Райза-Жибанов до 12 микрорайона кольца у нас будет полностью отремонтирована проезжая часть. Ну, также у нас в связи с строительством моста предусмотренной конструкции улица Арынова. Это у нас с двух полос до четырех полос будет отремонтирована. Ну, и, конечно же, остальные объекты по капитальному ремонту дорог. Руслан, спасибо вам огромное, что сегодня уделили внимание и все, подробно все это рассказали. Потому что, несмотря на то, что вроде поясняем посредством и социальных сетей, и информационных, новостных отделов, тем не менее вопросы остаются и критика остается. Остается лишь добавить ко всему сказанному Руслану, что, уважаемые горожане, терпение и только терпение. В этом году намечается масштабная работа по строительству, по ремонту дорог, поэтому терпение. Дорогие друзья, небольшой рекламный блок, после которого встретимся и будем встречать уже следующего гостя. Редактор субтитров А.Семкин